здравствуйте дорогие мои здравствуйте и сегодня мы продолжаем с вами про стресс сегодня мы говорим о том как не дать стрессу себя убить и так наша задача это научиться активировать парасимпатическую систему то есть быстро успокаиваться потому что фактически это в нашей власти для начала нам надо понять что пагубное воздействие стресса это не сама ситуация это наше отношение к ней я буду это повторять на протяжении абсолютно всех уроков про стресс и дальше тоже почему потому что мы должны просто красной чертой прорисовать это у себя в мозгу что не стресс нам страшен страшно то как мы на него реагируем мы не умеем реагировать мы не умеем во время остановиться мы не умеем включать ну вот аналитические свои вот эти вот мысли и поэтому мы заходим в общем-то в глубокий стресс и конечно же зачастую все зависит от нашего текущего настроения вот давайте просто как пример для примера я взяла например лающую собаку и вот когда мы бодры когда мы веселы в хорошем настроении полный сил то не хоть лающая собака хоть какие-то другие внешние раздражители мы будем воспринимать относительно спокойно нормально объективно ну то есть ну так не будем по этому поводу запариваться но когда например лаяла собака всю ночь мы из-за этого не выспались и нами конечно начинает овладевать раздражение мы такие взвинченные уже мы все принимаем вот через эту призму вот этой своей такой тихой внутренней злости да и конечно вот именно так мы будем воспринимать все происходящее а вокруг нас люди у нас есть семья у нас есть коллеги по работе соседи ну и так далее и в итоге через какое-то время мы уже начнем кипеть и ломать дрова то есть наломаем дров то есть у нас какие-то необдуманные поступки мы можем наговорить того чего в общем-то и не хотели сказать о чем потом будем жалеть а вот эта соседская псина которая лаяла всю ночь на понятие не имеет что из-за того что он ей там чего-то не нравилось ночью она гавкала вот это все повлияло на вашу психику и что именно из-за этого из-за нее фактически ваша жизнь наполняется проблемами отношения с близкими терпят бедствия она не понимает не знает об этом ну ей в общем то все равно я конечно же простейшую ситуацию взяла в пример в реальной жизни далеко не все так просто и причины стресса зачастую не так очевидны как вот этот вот лай собаки да когда мы понимаем блин из-за этой из-за этого гавкания не выспался и теперь вот я весь такой разбитый весь такой злой но все равно в подавляющем большинстве ситуаций мы можем самостоятельно разобраться в проблеме и найти вот эту истинную причину своего реагирования да и проблема то в общем то причина ну проблема не в лающей собаки не она виновата а вот наше отношение к происходящему и мы можем влиять на свое состояние конечно же с помощью дыхания мы недооцениваем это но тем не менее мы дышим на автомате мы даже не понимаем мы не не думаем там сейчас и сделаю вдох а теперь я сделаю выдох да нет мы дышим да и дышим и вот когда мы в какую-то ситуацию стрессовую попадаем нас дыхание становится поверхностными такое и то есть если мы так задышали у нас мысли будут соответственно то есть наше дыхание она влияет на наше эмоциональное состояние а наше эмоциональное состояние влияет на наше дыхание то есть это такая двунаправленная связь и вот во время тревожных состояний наше дыхание становится очень поверхностным в покое она 915 вдохов-выдохов в минуту а в состоянии сильного стресса она увеличивается до 25-30 вдохов-выдохов в минуту и при гипервентиляции то есть вот когда у нас как раз поверхностное частое дыхание мы даже не замечаем иногда этого да конечно же у нас будет учащаться сердцебиение нервные клетки становятся у нас более возбудимыми кровеносные сосуды сужаются кровь приливает к мышцам отливая от желудочно-кишечного тракта ну и в общем то все вот вся симптоматика стресса всего лишь дыхание вот и поэтому когда мы попадаем ситуацию мы начинаем дышать если мы начинаем дышать мы меняем вот эту ну реакцию своего тела и вдох и выдох воздействует на организм конечно же по-разному вдох у нас возбуждает нервную систему а выдох успокаивает вот вдох это симпатическая нервная система ответственно а выдох это пара симпатика и при стрессе вдох у людей больше по продолжительности чем выдох и нам конечно с вами чтобы успокоиться чтобы нервную систему привести в чувство успокоить да можно сконцентрироваться на выдохе и сделать его более продолжительным чем вдох с помощью глубокого типа дыхания животом мы можем переключиться симпатической нервной системы на пара симпатическую то есть будет замедление сердцебиение она затормозит нервные реакции и активизируют вот эти нейрохимические сигналами таким образом успокоимся что нам надо сделать нам надо положить руку на живот и почувствовать рукой как двигается живот в процессе дыхания то есть как будто у вас там воздушный шарик и на вдохе он не сдувается а на выдохе он сдувается причем ничего делать для выдоха не надо просто расслабьте мышцы и вдох просто произойдет не надо давить мышцами там на живот чтобы чтобы выдохнуть и прилеплять его там к позвоночнику нет просто расслабили и и выдохнули все мягкой плавно подышите так одну две минуты и потом начните чуть чуть удлинять вдох ой выдох удлиняем выдох потом чуть-чуть не так что там я вот сейчас думаю я сейчас его вот увеличу нет просто вот ну как-то так мягко и плавно и так подышите минуты три минут пять например и ваше внимание все должно быть на дыхании вы можете прямо про себя говорить вдох выдох вдох выдох да потому что когда вы об этом думаете когда вы думаете о том как поднимается живот вдох выдох другим мыслям нет места мы не можем две мысли одновременно думать и еще один психологический метод который помогает изменить реакцию на стрессовую ситуацию это переосмысление причем это не самокопание это не тогда когда мы раскапываем вот это знаете нам дали корзинку вот с этими смятыми бумажками этой ситуации в нашей жизни и вот мы ее разворачиваем а это что ему думаю это тогда произошло там я в тот момент был там все разобрали выкинули следующую а это что это там ну то есть все это вспоминаем ни в коем случае переосмысление это когда вы свои мысли в текущий момент подвергаете сомнению почему потому что но как мы уже с вами выяснили или выясним еще наши мысли зачастую не нам принадлежат и то есть и они не обязательно вот ваши мысли в данный текущий момент соответствуют истинному положению вещей скорее всего они больше исходят из каких-то убеждений укоренившихся которые нам кто-то там еще в детстве подкинул да когда вы еще не умели отождествлять там себя внешние факторы там реагировать как-то да и очень часто они ну как бы не соответствуют фактической реальности то есть то что происходит и не стоит конечно же доверять каждой мысли которая приходит к вам на ум потому что мы иногда сильно сильно преувеличиваем дальше превращайте осознанные угрозы в вызов то есть из многих стрессовых ситуаций есть выход так вот ищите его спросите себя выход есть всегда и не один даже до всегда есть выход но просто мы иногда в тупик упремся и начинаем там ну просто с ума сходить в этом тупике а зачастую надо просто повернуться и посмотреть где то есть выход значит мы здесь нету значит это в другом месте есть вот спросите себя какой опыт вы можете из этого извлечь то есть как мы можем превратить угрозу вызов а какой опыт это мне дает чему я должен здесь научиться и ну и самое главное потом конечно не танцевать на этих граблях и расширьте свой временный кругозор это тоже как совет такой это например когда я хочу что-то сказать или я что-то чувствую или я понимаю что у меня это там да я буду думать например а это будет вот то что я хочу сказать то что я чувствую так как я сейчас реагирую это будет важно через год через пять лет скорее всего я об этом даже не вспомню поэтому чем об этом думать повышаете ну то есть мы как бы важно снижаем этой мысли повышайте уровень осознанного чувства контроля то есть мы не можем контролировать абсолютно все и имеет значение только ваше осознанное чувство контроля то есть у нас есть зона влияния вот там где мы реально можем что-то изменить а есть зона не влияния политика экономика там instagram да там соседи наши муж жена дети в том числе да то есть и мы хотим их поменять меняйте себя вот ваша зона ответственности ваша зона влияния она не такая уж и большая мы как правило находимся вот где-то там и очень не хочет заходить сюда потому что лучше я буду ему говорить какой он и как он делает не тогда указывать на его ошибки потому что но это гораздо проще так вот если вы можете повысить уровень чувства контроля сосредоточившись на том на что вы действительно можете повлиять то есть придумывайте какие-то творческие решения придумывайте ну так какие-то списки составляете ресурсов людей которым вы можете обратиться в случае там необходимости ну то есть как-то творчески к этому отнеситесь и вот это как раз заставит вас зайти в зону влияния потому что вы таким образом будете искать решение а не просто рвать на голове волосы убиваясь почем зря ну еще несколько способов укоротить 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 стресс задержка дыхания почему потому что когда вы останавливаете дыхание организму не до негативных и не до позитивных мыслей у него дыхание нет все он прекращает поток вообще любых мыслей потому что у него угроза для жизни дальше дыхание левое ноздрёй об этом я еще скажу проговаривание эмоций даже если себе даже если перед зеркалом или возможно у вас есть тот человек который выслушает вас и не знает начнет нам критиковать давать советы и говорить а я тебе говорил на вот тогда к такому человеку обратитесь за помощью и скажите слушай мне надо вот просто чтобы ты меня послушал либо просто у зеркала самый лучший ваш друг самый преданный ваш слуга в зеркале у вас вот и разговариваете с ним разговариваете эмоционально разговариваете там как угодно да там вы можете включить себя не боясь никакого осуждения критики и так далее упражнения на растяжку почему потому что ну кровоток увеличивается потому что мы что-то чувствуем то что нам приятно просто вот такие потягушки устраивать не надо конечно на шпагат садиться не надо там тянуться изо всех сил до боли до порванных связок но порастягиваться вот так приятненько очень даже стоит чтение увеличил уменьшает уровень стресса на 63 процента если вы реально читаете то что вам интересно то что захватывает вас да потому что иногда бывает что мы в таком состоянии что мы прочитали а чё прочитали не помним то есть но тогда отложить надо книгу и заняться чем-то другим погладить животных домашних там да то есть ну это что-то отвлечься на потом вернуться опять к этой книге но если вот постоянно мы практикуем чтение если она нам нравится если она еще нас развивает плюс ко всему ну нравится и развивает нужно сойтись вот то есть то вполне 63 процента коррекция стресса произойдет музыка естественно та которая вам нравится от которой у вас ну прямо умиротворение такое либо вы просто кайфуете от нее естественно ароматерапия почему потому что ассоциативно запахи у нас связаны с каким-то приятным моментом жизни например запахло мандаринами там новый год вот как-то так вот и поэтому некоторые запахи они активируют те зоны которые ответственны за воспоминания чего-то приятного прогулки естественно прогулки должны быть не вдоль дороги не вдоль проезжей части да если у вас есть парк лес если у вас есть место где вы можете прогуляться то на ежедневной основе обязательно должны быть такие прогулки плюс еще из урока по движению мы с вами помним что именно ходьба самое лучшее средство для оздоровления организма почему потому что ну плюс мы двигаемся да ну надо чтобы не в развалочку она такая была тихо медленно а чтобы вот прямо до легкой испарены чтобы чуть-чуть одышечка появилась и вот так и икроножная мышца у нас имеет вену которая толкает кровь вверх мы получаем таким образом тот такой массаж кровеносный домашние животные понятно потискать погладить по ухаживать погулять то есть ну вот все что вы любите если вы любите домашних животных точечный массаж если есть у вас человек который обладает этой техникой воспользуйтесь пожалуйста ей потому что это тоже очень хорошо снимает и спазмы и блоки и стресс естественно но естественно вести дневник потому что когда вы записываете в дневник какие-то свои настроения ощущения то то же самое что вы выговорились плюс это интересно потом читать как я изменился что в моей жизни было и когда вы возвращаетесь например там на месяц назад и описываете какую-то эмоциональную ситуацию то потом вы уже чуть-чуть подросли над этой ситуации тогда у вас был такой опыт и вы могли сделать только так а не иначе потом вы выросли этот опыт тоже вам пригодился в жизни вы уже конечно поступили по другому вы смотрите туда в дневник и думаете ну чё то вот прямо вспомните сейчас свою первую любовь вот тогда оказалось что боже все моя жизнь закончена без этого человека я точно жить не хочу а сейчас мы думаем господи слава богу пронесло но вот как-то так бывает иногда я как сейчас утрирую но вести дневник полезно и так дыхание левой ноздрёй были проведены эксперименты что при дыхании через через левую ноздрю уменьшается число сердечных сокращений и снижается давление причем те люди которые участвовали эксперименте дышали восемь недель и у них снизился пульс и уменьшилось давление на долгосрочную перспективу то есть достаточно долго сохранялся эффект вот именно так когда вы например вот я сейчас у нас зеркальное отображение я правую затыкаю ноздрю вот вы заткнули просто и дышите минуту две три сколько там перед сном например можно потому что ну на самом деле вы стабилизируетесь все свои физиологические структуры почему потому что это очень сильно взаимосвязано это такая двусторонняя связь двунаправленная и так обращаем внимание на позитивные радостные события ситуации то есть наша лимбическая система наша вот эта кора мозга у нас есть неокортекс это такой наш современный мозг которому там чуть-чуть лет до по сравнению с ли с лимбической системой лимбическая система это наш древний мозг такой который не тот рептильный на котором там инстинкты записаны до такой более посовременнее вот он как раз делится на симпатическую пара симпатическую нервной системы и вот это наша лимбическая система она сканирует пространство 24 часа 7 дней в неделю именно для того, чтобы спасти вам жизнь. И она ищет те моменты, которые могут вам угрожать. То есть она автоматически пропускает все позитивные моменты в жизни. Почему? Потому что они вам не угрожают, радостные события тоже не угрожают. А вот негатив, обрати сюда внимание. И весь фокус внимания у нас уходит вот в этот негатив. А радостные события, какие-то позитивные, мы либо пропускаем вообще, либо принимаем как должное, либо вообще обесцениваем. И вот сконцентрировались мы на этом негативе, потому что мы так устроены, в общем-то. И поэтому, когда вот, например, вы ведете дневник и записываете, например, пять благодарностей, если вы сомневаетесь записать, не записать, запишите. Пять каких-то позитивных моментов, которые произошли с вами за день. Вы как бы переключаете эту лимбику, вы вспоминаете эти позитивные моменты. И у вас, когда вы приучите себя, вы будете их искать потом. То есть ваше уже бессознательное на автомате, оно будет искать позитивные моменты, потому что вам вечером надо записать дневник. Таким образом, в вашей жизни вы начнете замечать вдруг, что очень много хорошего оказывается вокруг меня. А так как у нас 100% там пространство, да, если оно сейчас все занято негативом, позитиву просто некуда воткнуться. А если туда начать вложить позитив, ну, негативу будет некуда воткнуться. Поэтому пусть пустяковые какие-то вещи записывайте просто. И откорректируйте питание, естественно, потому что именно в моменты острого стресса, именно в моменты, когда вы напряженно работаете, когда концентрация у вас такая сильная, и вам надо прям собрать все, потому что мыслительные процессы, они самые энергозатратные у нас в организме. Пищеварительный, мыслительный и пищеварительный. То есть, и вот когда вы в такие моменты, то питание лучше растительное. Почему? Потому что растительное питание, оно активирует парасимпатику, расслабление, а животный белок, он активирует симпатику, то есть и нервную систему, естественно, стимулирует. Итак, и рецепт настойки для успокоения нервов, которую не надо пить на постоянной основе, но она облегчает засыпание, поможет вам, по крайней мере, легче войти в это все, да, она помогает при панических атаках и от головокружения. Почему от головокружения? Потому что у нас, например, все тело пронизано там сосудами, капиллярами, венами, да, ну там много-много всего, а в голову идет только две, две. И вот когда мы, например, в стрессе, мы так зажимаемся и пережимаем их, то есть спазмируются мышцы. И, естественно, крови не хватает, у нас начинаются головокружения. Так вот нам достаточно расслабиться, чтобы все, кровь пошла, головокружения не было. Понятно, что это не единственная причина головокружений, но как одна из. Вы видите, что здесь пион, боярышник, валерьяна, пустырник и мята. В общем-то, такие адаптогенные, расслабляющие травы. Вот перемешать и выпить по 10 капель каждые три дня подряд пьете, а дальше ситуативно, когда чувствуете, что зашла, не могу вернуться, вот, или зашел, там не могу вернуться. Вот только тогда. Не надо это на постоянной основе делать, чтобы облегчить себе засыпание. На первые три дня вам вполне будет достаточно, потому что потом мелатонин с кортизолом немножко придут нормы, вы будете нормально уже засыпать самостоятельно, без всяких дополнительных настоек и трав. Итак, все, что я хотела сказать к этому уроку, я сказала, и мы встретимся с вами на следующем занятии.